Всем привет, с вами Росиксон, сейчас я расскажу о моей любимой игре на НИР, Land to Empire. Я, кстати, как-то выигрывал 10 НИР, участвовал в конкурсе в чате НИРГеймс, так что заходите по ссылочке в описании. В общем, сейчас узнаем всё о Land to Empire и как на этом заработать. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много интересного, мои мысли о крипте, какие-то темки, в которые я влетаю, но сейчас их довольно мало. Там также у меня есть рубрика, где я зарабатываю с нуля, уже заработал более 100 долларов. Также подписывайтесь на телеграм-канал НИРГеймс, там очень крутое комьюнити, много людей знают про игры на НИР. Там, кстати, был конкурс по игре Land to Empire, я как раз-таки занял там первое место и выиграл более 100 долларов. В общем, все ссылочки будут в описании, а мы начинаем. Land to Empire это стратегическая игра на НИР протокол. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире, где игрок является властелином земли. В Land to Empire игроки должны улучшать свои земли, используя ресурсы, полученные от нападения на земли других игроков, или производство их на своей земле. Честно сказать, эта игра мне очень сильно напоминает игру Clash of Clans, и у них довольно много похожих вещей. Как же начать играть? Начать играть можно бесплатно, без возможности вывода ресурсов в свой НИР кошелек, без возможности продавать NFT на внутреннеигровом рынке. В дальнейшем можно выкупить свою землю за 8 НИР и продолжить развивать свою деревню. Также после выкупа станут доступны все возможные операции, вывод средств, продажи NFT и так далее. Но как я уже говорил, в начале мы можем играть бесплатно. Покупка за 8 НИР. Вы получите голую землю с ратуши первого уровня и начнете развивать свою деревню. Доступны все возможные операции, вывод средств, продажи NFT и так далее. Покупка за 16 НИР, премиум земля. Количество ограничено, кстати, всего 10 тысяч. В чем заключается смысл покупки данной земли? Вы рандомно, зависит от вашей удачи, получаете уже прокачанную землю от 4 и выше уровня, с постройками, которые включают в себя данный уровень. Так, с какие же плюсы премиум земли? Это время на развитие, которое вы сэкономите. После продажи всех премиум земель, доступна будет только бесплатная игра и покупка за 8 НИР. Во всех трех вариантов вам будут предоставлены 2 строителя из 5, с помощью которых вы будете улучшать все свои здания. В игре всего можно иметь 5 строителей, но остальных трем вам в любом случае нужно будет купить за кристаллы гемы. Ресурсы. Ресурсы это валюта, используемая для покупки и улучшения. В Land to Empire есть 3 основных ресурса. Золото, эликсир и драгоценные камни, ну то есть гемы. Эти ресурсы производятся и хранятся в соответствующих зданиях. Золото можно использовать для постройки и улучшения оборонительных сооружений и ловушек, защищающих деревню игрока от нападений других игроков, а также для постройки и улучшения зданий. Золото используется для улучшения защиты, стен, сборщиков и хранилищ эликсира, а также ратушек. Такс. Золото. Также используется для поиска рейдов. Эликсир. Он используется для обучения и улучшения войск и заклинаний. Эликсир и золото. Два взаимодополняющих ресурса в Land to Empire. Эликсир используется для улучшения казарм, армейских лагерей, фабрики заклинаний, лабораторий, сборщиков и хранилищ золота. Кстати, вот я сейчас вспоминаю, как я играл в Clash of Clans, наверное, лет 5-6 назад. Игра была довольно интересная. И тут игры, в общем-то, похожи. И у меня к вам вопрос, играли вы в Clash of Clans, как вам идея Land to Empire, можете написать в комментариях. Также эликсир используется для создания войск, заклинаний и улучшения войск в лабораторий. А теперь самые интересные, драгоценные камни, гемы. Это премиальный жетон. Жетон премиум класса гем используется для ускорения строительства и модернизации. Гем можно получить, проходя уровни и выполняя различные задания. Драгоценные камни можно использовать для покупки других ресурсов, таких как золото и эликсир, в различных количествах. Можно использовать для усиления или завершения обучения войск в казармах и темных казармах. Можно использовать для мгновенного завершения строительства или улучшения зданий, улучшения в лабораториях, ну и тому подобное. Честно говоря, я в самом начале потратил довольно много гемов, мне кажется зря, поэтому будьте аккуратны с этим. В игре доступные постройки. Они разделяются на группы в зависимости от их функций. Ресурсные постройки это золотые шахты, сборщики эликсира, золотохранилища и эликсирохранилища. Ну, служат для хранения ресурсов. Ратуша тоже имеет емкость для хранения ресурсов. Также есть защитные постройки. Это башня лучниц, пушки, мортиры, башня колдунов, воздушная оборона. В Land to Empire иметь сильную защиту так же важно, как и иметь сильное войско для нападения. Во многих случаях оборона играет очень важную роль. Оборона служит для защиты трофеев, ресурсов от вражеских войск. Каждая защита имеет свои сильные и слабые стороны, и ее расположение в вашей деревне должно это отражать. Военные постройки. Военный лагерь, казармы, лаборатория. Служат для тренировки, улучшения и проживания войск. В этом разделе описывается все, что будет влиять на силу ваших войск, и то, что поможет вам выигрывать больше боев. Все здания в этом разделе для производства требуют эликсир. Так, с NFT и NFT в игре. Ну, NFT это невзаменяемый токен, он служит как обмен на единице для торговли на маркетплейсе игры. Для того, чтобы начать торговать в игре, вам нужен аккаунт с возможностью продажи NFT. В игре можно превратить любое здание в NFT, кроме ратуши и забора. Для этого вам нужно нажать кнопку Market, My Units, выбрать то, что вы хотите продать, и на этой картинке нажать Mint and Sale. После этого ниже в разделе Minted NFTs в столбце Status дождитесь слова Success. Это будет означать, что mint закончился. Данное сооружение исчезнет с вашей земли и будет отображаться в виде NFT вот здесь Market, My NFTs. Теперь в поле Price вы можете указать свою сумму в НИР, за которую вы хотите продать данное NFT, и нажать на кнопку Sale NFT. После этого данное NFT будет выставлено на продажу в маркетплейсе игры. Но если вдруг вы передумали и не хотите продавать его, можно нажать на кнопку Landed, заплатить небольшую комиссию через свой кошелек НИР, и вернуть здание на свою землю. Оно останется такого же уровня, что и было. Заново улучшать его не нужно. Также команда игры поддерживает стандарт Proof of Game. Это значит, что создатели игры не будут торговать токенами и NFT. Все выставленные на продажу токены будут исходить от реальных игроков с привязкой к их земле. Доход команды – это рояльти от P2P-трейдинга NFT. Все остальное – заработок игроков. Кланы. Игроки могут объединяться в кланы, которые затем могут участвовать в клановых боях и общаться друг с другом. Чтобы вступить в клан, у вас должен быть построен клан Кастл, который находится у вас на земле в разрушенном состоянии. Вы можете его восстановить за 40 тысяч золотых монет. Кстати, это довольно много. Такс. Клан нужен для сплочения игроков. В клане ты можешь попросить подкрепления для защиты своей деревни. В дальнейшем планируется устраивать клановые войны, что повысит интерес к игре. Для того, чтобы вступить в клан, необходимо в игре нажать на свои кубки, появится список всех кланов, которые существуют в игре, выбрать понравившихся и нажать на кнопку «Join Clan». Не забывайте, у каждого клана могут вставить свои ограничения по вступлению в клан людей. Это может быть ограничение по минимальному количеству кубков, которое должно быть у игрока, или вовсе в клан можно вступить только по приглашению. Спасибо! Вы только что посмотрели мой обзор в игре Land to Empire. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Также по ссылочкам в описании будет чат Ниргеймс, чат Нирпротокол, где вы сможете узнать какие-то моменты по Land to Empire. Также вы сможете задать вопросы в комментариях. Я попытаюсь ответить. Будьте аккуратны и удачи! И пока не забыл, биткоин сейчас торгуется 17800 долларов. Как вам такое положение на рынке? Что делаете? Какие монеты откупаете, например? Я пока что еще в сомнениях. У меня стейбла довольно много лежит. Ладно, давайте, пока, удачи!